Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здорово. Написал. Опять? Ну, давай, давай. Стихи о любви. Ну, молодец, давай. Практически закрыл тему. Ну, давай, стихи. Три ночи. Три ночи подряд писал. Писал, писал, писал. Писал. Три ночи подряд. Давай, давай. Татьяна. Татьяна. Нотарья. Нотарья. А почему у тебя имена разные? Начинаешь. Татьяна, потом Наталья. Оля. Почему три разных имени? Я же говорю, я три ночи писал. Три ночи. Я ничего не понимаю. Тут вообще какая-то... Уже Степанида Михайловна какая-то. Какая Степанина? Ну, вот, Степанида Михайловна. Не может быть. Не может быть, нет? Да. Это я еще днем немного дописывал. Будет. Чув. Который час? Ну, это ж невозможно, ну. Я же сказал, в шесть часов, а не в шесть пятнадцать. Я же человек военный. А, а я как раз... Да нет. Ну, в смысле дисциплина я. У меня вообще мечта. Жена должна выполнять команды. Все. Встать, лечь. К ноге. Рядом. Сидеть. 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 Хорошо у вас получается. Вы мне извините, но это же уже не жена, а как бы собака просто. Простите, конечно, за сравнение. Так, а как это вообще можно сравнивать? Собака, она же друг. Сколько там? Ну, все, все, понял. Понял. А ты не, 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 ко мне, быстро. А ну, быстрее. Быстро, ДНБ-2000, быстро давайте. Так, двое, значит, перекрыли проходной двор. Проходной двор, быстро. Двое, парадную. Парадную, быстро двое. Двое куда? И двое на крышу. На крышу. Быстро давайте. Все, ну я пошел. Подожди. Прошу. Ну, давай, давай, давай. Че, Колян, учения, что ли, начались? Не, пацаны, как раз наоборот. Учения закончились. Просто майор Петров вернулся из командировки. Не надо было, потому что на улице свидание назначать. Надо было культурно где-нибудь. В музейчике, в картинной галереи. Ну, я тоже вот нашел культурное место. Там же на этих картинках одни голые бабы нарисованы. Ну, лучше в баню сходить. Что за уровень? Что это за язык? Баня, голые бабы. Для меня вот обнаженная женщина, это, если можно так сказать, красота в чистом виде. Ну, правильно, я и говорю, лучше в баню. Там и красота, и в чистом виде. Глаза смотреть. Глаза, я сказал. Вчестняется. Видишь, бардак развели. Что вообще за команда такая? Только вчера прилетели в этот Ам... Амстердам. Амстердам, да. И сразу к девочкам в Красный квартал. Это перед такой серьезной игрой. Вам что, что, силы, что ли, давать некуда? Я не понимаю. Или в России девок не хватает? Я сказал, глаза смотреть. Иди, что, понимаешь, тут мне раскаяния изображать. К черту, и бабушка из команды всех повыкидывала. Будь, когда печалятся козлы. Так. До начала осталось пять минут. Кто вчера ходил к девочкам, поднимите руки. Федякин, а ты что не поднимаешь? Дело в том, Павел Павлович, что я вчера, в отличие от этих, как вы правильно выразились, козлов, в балет ходил. В балет? В балет. Молодец. Вот, Федякин, молодец. Молодец. Значит, ну, пошли, пошли. Значит, играем обычным составом, кроме Федякина. Федякин из команды отчислим. Как, Павел Павлович, почему? Ну, Федякин. Художник Эль-Грецко. В хоккей играют настоящие мужчины. Браво! Бибби! Я встречу вас! Я встречу вас! Художник Тольятти. Я встретил вас. Это хорошо, что я хоть в кино ее не пригласил, а то бы еще и билеты бы пропали. Не, я в кино вообще завязывал приглашать. А чего? Да, пошел тут с одной в кино. Ну? Ну, естественно, купил билеты в последний ряд. Только сели, она сразу мне. Только без рук. Все. Не представляете, как я с ней намучился по ходу фильма. А почему? Ну как, без рук же страшно неудобно. Кино. Художественный фильм «Где Маша не пропадала» по повести Александра Сергеевича Пушкина Дубровской. «Где Маша не пропадала» по повести Александра Сергеевича Пушкина Дубровской. «Где Маша не пропадала» по повести Александра Сергеевича Пушкина Дубровской. «Где Маша не пропадала» по повести Александра Сергеевича Пушкина Дубровской. «Где Маша?» Ой, господи. Я иногда думаю, если бы этих женщин вообще на свете не было, какой бы я был счастливый человек, жил бы себе со своей женой и горе бы не знал. А на ком бы вы тогда женились, если бы женщин вообще бы не было? А я что сказал, что я женился на женщине? Я женился на беременной. Так вы замечательный человек. Естественно. Жизнь замечательных людей. Председатель Мао на старости лет стал простым, доступным и очень общительным человеком. Поэтому друзья называли его запросто. Наш старый Цзэдун. Однажды он вызвал к себе врача. Что с вами, великий кормчий? Да вот бессонница. Целый день, видишь, работаю, а ночью никак не могу уснуть. Что говорит древняя китайская наука? О, великий кормчий! Древняя китайская наука говорит, надо считать баранов или слоников. Один слоник, два слоника. Или еще что-нибудь. Один, что-нибудь. Два, что-нибудь. Пересчитаете и уснете. Хорошо, я попробую. Ну что, как прошла ночь? Безнадежное дело. До утра пересчитывал, так и не уснул. А что вы пересчитывали, председатель? Джао Зинь. Ах, китайцев. О, пошла, пошла. Видали, да? Во-во-во. Все-таки ничего, прекрасные женщины. Есть. Натяжной потолок экстенза. Очень красивый. Еще есть какой-то экстенза. Я говорю, женщины, прекрасный пол. А экстенза, прекрасный потолок. Спонсор программы «Городок» – компания «Миал-Эс». Французские натяжные потолки «Экстенза». Не, уже не придет, наверное, да? Да. У меня, в принципе, рассчитывать уже не на что. Все равно все будет как в сказке. Жили-были старик со старухой. А это я знаю. И жили они долго и счастливо, пока... Все пока. Пока не поженились. Сказка о рыбаке и рыбке. Жил старик со своей старухой. Что еще со старухою делать? У меня этот старый пень. Рыбак хренов. Где ты? Ой, я тебе сюрприз. Я славлю. Эй! Хаба! Ха-ха! Ой, ты кто? Старик. Хе-хе. Кто? Да старик я, старик. Слышишь, что я приключился, старуха? Поймала, значит, рыбку золотую. А-а-а! И отпустил, дуряшки! Сейчас, сейчас. Три желания, как положено. Первое, значит, годков 30-40 сбросить. А-а-а! Ха-ха! Второе, одежку себе получше. Ну и третье, ты уж старуха не обессудь. Обещала мне рыбка, что будет меня дома ждать девица красная. А-а-а! Вот такой сюрприз. Где-то, кстати. Где ты, моя девица? Где ты, моя красная? А-а-а! Ваня! Ванька, Ванечка! Ванюха, Ванюшка, ты мой! Ой, Ванька, у меня для тебя тоже сюрприз. Во-первых, Ваня, только не падай. Я теперь снова девица до девица. А во-вторых, я в КПРФ вступила. Так что я теперь красная. Фу! Я вспомнил чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетный, как гений. Слушайте, может, вы не будете петь, а? Как гений. Чистый, я, прости, друг, прости. Когда волнуюсь, всегда пою. Вообще, у меня есть голос. Очень, очень красивый и очень сильный голос. Просто слуха нет. Вот лучше бы, если у вас было бы наоборот. Слух есть, а голоса нет. Как есть? Да ужас. Да ужас. Ну, давайте еще разочек попробуем. ми, 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 ми. Рэ, 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 до, 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 соловей мой, соловей, голосистый соловей. Бесполезно. Соловей. Бесполезно. Ничего из вас не будет. Соловей. Ничего из вас не будет. Я понимаю, это тяжело. У нас сложились прекрасные отношения. Но хоть мы с вами и занимаемся уже восьмой месяц, нам с вами, Милочка, придется расстаться. А вот и не придется, Петр Семенович. Почему? Вот именно потому, что уже восьмой месяц. Некоторые мужья своих жен буквально не переносят. А некоторые буквально переносят. Причем пользуются для этого мешками и сумками. Кстати, так и на транспорте дешевле. Тихо, 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 тихо. Когда ты меня довезешь к памятнику-то? Как проехать к памятнику Пушкина? А почему вы ее посадили в сумку? Да экономит он на мне. Денег-то у нас нет. Мы приехали из Пушкинской культуры. Я так езжу себе. Я как бы бесплатно езжу. Она что, больная у вас, что ли, или что? Нет, не больная. Жена, нормально. Сколько ей лет-то? Сколько тебе лет спрашивают? Тридцать четыре. Тридцать четыре. Молодая. Ну, вот ей интересно. Мне лучше пивка бы выпить, а ей вот нужно, значит, Пушкина. Вот и дряну лапой-то. Я мешок новый купила для тебя. Сидеть дома надо. Ну, конечно. Я поэзию люблю, Пушкина, люблю. Надо дома сидеть и мужа слушать, казалось. Что я говорю? Разве они послушают? Там еще кто? Одна она? Да, одна, конечно, сутка. Я по моим чудным козоверам Передо мной явилась ты Ну, дай еще затянуться-то. На, на. Приехала на экскурсию, вот напросилась со мной. А денег-то не платит. Ну, ясно. Приходится прятать. Ну, чтобы не платить деньги. Не, ничего, стой. Хватит. Люся, хватит. Ну, куда? Чего затянуться-то? Люся, успокойся, ты все будет нормально. Горь-то замечательный. Я смотрю, дома все разные. Молодец, как выпусти меня? Ну, заткнись-то, ради бога. Ну, гумани. Горь-то лети через дыр, значит, путешествия. Замолчи! Пусти, пусть не приедут. О, приехали на экскурсию. Приехали. Вот собралась. Жена, жена. А чтобы без билета проехать, нам надо, значит, на троллейбусе. Вот и прячем. Ходите пешком, ногами ходите. Вы знаете, вам, может быть, сначала перед Эрмитажем и Невским проспектом, вот туда, вот там 15-я линия, знаете, клиника Небросов есть. Да? Может, вам туда-туда идут? Сходим. Это где Пушкин-то памятник стоит с рукой такой? Знаете, что это нужно на 1-й, на 7-й троллейбусе? Ага. Это будет, знаете, после Литейного. Пушкинская улица. Надо забыть, хорошо. Пушкинская улица? Да. И там памятник Пушкину. Руку так еще протянул. Вот так вот. Спасибо. С рукой. Ну, а может быть, он и протянул, я уже сейчас не помню. Он там, по-моему, в стоячий рост, может, и протянул руку. Да, он стоит. Понимаете? Давайте вам дам. Что же вы будете копать? Не надо, батюшка, ради бога. Ой, Христос воскрес. Спасибо, спасибо. Спасибо, мой дорогой, спасибо. Спасибо, отец, давай, дай бог здоровья. Мы просто приехали издалека специально посмотреть вот пушкинские места. Какие? Ну, памятник Пушкину с протянуто рукой. Ну, а как багаж она? Он же нам не экономит. Вот я люблю поэзию Пушкина, а он экономит. А еще что можно посмотреть из пушкинских мест? Ну, я так не могу рекомендовать. Эрмитаж где? Как доехать? На семерке. Ага. Автобус. Только вот 120 каким-то на него не... Ага. А то на все могут. А Александрийский столб-то там? Так, кто это? Ой, похоже, ой. О, зараза. Да извини, жена, жена моя. Помогите. Что там двигаешь? Да жена, жена. Какая жена там, собака? Нет, жена. Вот, пожалуйста, садите только с этим багажом на заднюю площадку. На заднюю? Только на заднюю площадку. Пусть вам за низ, бери. Я вас любил, любовь еще быть может. Тихо, тихо, тихо. Пусть она будет некая волшебная. Ой, прости, даже нет. Ничего не получается. Я вас любил так искренно, так нежно. Как дай вам Бог, любимым быть другим. Не, 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 никаких перемен, цели. Мы договаривались, что работаем без перерывов? Да. Договорились. У нас впереди долгий день, посвященный светлой памяти кого-то. Сергей Львович. Сергей Львович. А, перекусить? Хорошо. Доставайте, что у вас есть с собой. И прямо здесь, не стесняясь, а я почитаю вам что-нибудь из Онегина. Из первой главы. Кстати, как у Пушкина в Онегине называется 14-строчная строфа? Песня. Песня. Песня 16-я. Вошел. И пробка в потолок. Вина кометы брызнул ток. Пред ним разбив окровавленный и трюфли роскошь юных лет. Французской кухни лучший цвет. Французской кухни лучший цвет. Французской кухни львович. Французской кухни львович. Французской кухни. Французской кухни львович. Французской кухни львович. Французской кухне львович. От цветы кому? От цветы ему. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.